ребят привет заказала я себе вот такие скребочки наконец-таки на данный момент если не ошибаюсь самые толковые самые кайфовые и так далее так далее скребки для аквариумов какие только есть ценник у них конечно тоже кучерявый но об этом позже значит и из-за чего вообще мне понадобились такие скребочки магнитные и весьма дорогие из-за того что на аквариуме 1800 литров он так как сделан из триплекса двенашка плюс двенашка то есть у нее толщина стекла получается 25 миллиметров и естественно ни один магнитный скребок не подходит потому что он тупо не держится на нем плюс обычная мыл стекломоем либо куда доставал губкой но что высота того аквариума 90 ненормально не получалось у меня иногда отмыть и сейчас тоже там фитостина рядышком есть от нее попадает это самое света много зелень начинает расти короче бывает что на лед вообще не оттереть ничем да и стекломоем уже надоело там его здесь поднимается песок знаем песок попадает естественно под губку потом песок по стеклу фигачит но и по итогу царапины и так далее боль начал я искать значит какие скребочки магнитные могут на такое стекло подойти ну честно говоря выбор оказался не шибко большой и до 25 стекла идет вот такой магнитный скребок тюнзе стронг плюс есть стронг он до 20 до двадцатки идет стронг плюс до 25 вот эти последние три цифры ки как раз и обозначает на какое максимальное стекло они подходят вот такая вот коробочка ценник на данный скребок от сами видите у нас питере я нашел самый низкий цене которую я мог себе вообще найти по питеру да и наверно даже по москве ну может москве есть чуть дешевле но доставка как раз всю эту разницу и скушает так что вот 7000 грубо говоря скребок плюс взял скребок до пятнашки ну что большинство аквариумов от 10 до 15 миллиметров стекло вот опять таки видите 025 015 этот идет car magnet long вот лонг это 10-15 миллиметров указано было указано да тут даже по-русски вот есть написано толщина стекла 10 до 15 миллиметров это говорит самого скребка как ни странно но на самый сильный скребок самый большой маленькая коробочка сейчас распакуем посмотрим что там внутри положили логичный вопрос зададите нафига тебе два скребка почему нельзя вот этим скребком шкрябить все стекла от 10 до 25 зачем ты купил еще один а фишка в том что я хотел так и сделать честно говоря но пообщаться с продавцом вот он сказал что вот этот скребок он тоже занимается обслуживанием аквариумов если налепить на стекло десятку то его будет прям громадная проблема по этому стеклу его здесь то есть магнит очень сильный он так сильно держится что некомфортно им работать то есть нормально не получится большое стекло почистить наша рукам очень сильно устанет он прям дерево то он говорит я купил такой скребок и чищу грубо говоря вот здесь у меня наружная сторона и через пальцы чищу но говорит вообще некомфортно не удобно но ничего страшного взяли два скребочка посмотрим значит в них в комплекте должна идти пластиковый скребок на лезвие и металлическая металлической помню две штучки давайте посмотрим значит на этом что дома у меня двенашка стекло можно проверить будет как она функционирует вот это я покажу когда испробую на двадцать пятом на чё у нас тут комплекте идет как себя бумажки 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 это что у нас так инструкция на немецком испанском вот инструкция по-русски где-то по-русски 5 странице науку сразу пошла информация значит вот сам скребок два лезвия тут указано что к чему просто я видел на ю тубе как этот скребок работает у моряков моряков там налет это похуже чем у нас при снеге и соскребает этот налет только в путь что не сушить первым растопыром так как все это менять ну думаю разберемся вот видите комплектация не тупые скребок думаю сами соберем контроль 16 упаковщик на вот пожалуйста наши лезвия уже сам магнит вот такая тут махнушку чтобы не царапать made in germany так это что должно быть в аквариуме так коробочка в сторону лезвие аккуратно отцепить чтобы себе руки не порезать так значит чего у нас тут я как понимаю вот это пластиковое лезвие вот оно такое вот видно нет малыш тоже с двух сторон как понял лезвие так значит чего у нас тут чего у нас тут тик вот она так два лезвия пластиковых получается два лезвия металлических для металлических вот тут зажим такой идет сзади пластикового естественно ничего не идет может получше держится как-то на стороне лезвия у нас одно но она двухсторонняя он тут написано тюнза фирма все дела ну по предположим так она крепится может без него попробовать как будет счищать пластиком наверное попробуем сначала просто пластиком пошкребать как быть работать у меня как раз в банке налет имеется есть на чем попробовать мы пока добро все оставим магнитет нормально пальцем зажимает весьма сильно эта сторона у нас вы это страна прижимать но тут вот тоже не сдавить никак она только вот так переворачиваешь и сразу притягивается вот для него продается еще не видел на акваристики вот такой вот пенопластовый чехол так скажем чтобы если он упал на дно он всплывал ну то с ним вообще как бы не тонет плавает ну что пойдем попробуем чё к чему такая вот вещичка так ребят прежде чем пойти тестить мой скребочек решил вот этот большой проверить как он магнитит насколько я понял видите даже упаковано что тут через такую толстую прослойку чтобы можно было отодрать насколько я понял сколько я понял то есть она все отличается тупо вот этим магнитом и все скрипки одинаковые но ведь что даже синеньким помечено что он лютый проверим вот он сейчас вот видите он с этой стороны соединен с этой ну сколько тут наверное как девятнашка стекло могу сказать что ох это сейчас моему было зря блин ребята он действительно лютый не знаю ни один венера магнит но он так крепко держится прям вообще душевно так что думаю 25 стекло на потянет потому что очень крепкой цепляется но это мы попозже когда поеду на тот аквариум покажу вам как он держит его ведь чтобы не перепутать все синенькое помечено так ребята вот подобрал ракурс чтобы было видно он тут я уже пробовал чистенькая вот белый налет значит вот скребок держится нормально как понял магнит у него вот здесь и вот здесь два смотрите за один раз он не счищает вот провели раз видите вот тут есть такие следы может скребок на другой линии скребок а лезвия но за два раза проводишь ты все уже чистенько видите один раз туда один обратно и все налета больше нет дальше боюсь не знаю видно будет не видно ну как скребок мне нравится держать довольно таки удобно вот так вот держишь пошел на двенашки могу сказать держится он весьма неплохо то есть он чистит и вот этим лезвием и вот этим пластиком хорошая довольно таки игрушку могу сказать что у меня был еще один другой скребочек китайский у нее не лезвие грубо говоря как от липучки вот эти крючки такие вот с той стороны конечно он плохо чистит приходится не знаю раз по 10 наверно по одному место про его здесь чтобы он везде прошел и все снял ну слушайте я доволен моя довольна вот так он выглядит на стекле сейчас еще в одном месте попытаюсь вот смотрите как угол можно проходить у него здесь углы за икру сейчас углы вот тут закруглены специально чтобы когда чистишь галтель не срезать сейчас я вам покажу кто тут у меня хорошо видно так осталось только под как-то ракурс подобрать потому что тут очень хорошо видно ну давай фокусируйте там где надо тут блин не видно тут на самом деле снизу я давно чистить не мог очень хорошо видно пленка но ты и мне не словить камерой с камеры не фокусируется там где надо свет играет она не поймать его ну вертина слова что за два раза она его счищает уже извините не могу вам показать камера не может сфокусироваться там где надо ну скребком доволен хороший вещь особенно если вот этот взять за 3000 скребок себя как бы на ура ведет и своих денег стоит тем более вот 10-15 это наверно большинства вот эта толщина стекла идет ну а стронг плюс проверим там посмотрим допишу видео расскажу так ребят наконец-то добрался до самого главного теста вот этого скребка тюнза стронг плюс рассчитанной до 25 миллиметров значит вот это стекло триплекс 12 плюс 12 прослойка полимерная 1 миллиметр стекло 25 миллиметров то есть максимально для этого скребка делая сразу суда лезвие вот она так вот выглядит тут потом достану покажу значит вот мы имеем налет частый хлопот вот налет чистится вот еще самое интересное вот здесь имеется вот налетик опять-таки значит что могу сказать лезвие срезает вот такие всякие зеленушки конечно получше чем пластик но оно не с первого раза все счищает на нем прям какие-то бороздки как будто из лезвия старых вот лезвие идеально вот попробуем вот это вот все добро счистить вот пожалуйста тест вам песка вот песочек упала поднимаем смотрим чё там у нас а песка нету все высыпалось лезвие чистое передние лезвие чистое задние чистим ну вот есть такие небольшие проблемы когда он так вот отваливается его же не достать но хотя бы вот понятно да что своей задачей справляется нормально счищает весь налет то есть 25 миллиметров проверить можно он чистит сейчас скребок подвину еще вот этот сотру одну моим один моментик так вот налет извините что картинка дрожит снимаю без стабилизатора на руку весь но вот такой эффект где-то для ленуха вот это ну конечно 25 миллиметров прям предел предел то есть от резких движений он конечно отпадает или вот когда в песок прямо за роща ну вот видно как с него высыпается все другой такой скребок бы уже бы царапал стекло вот давайте посмотрим здесь вот сейчас мы подождем когда кто-нибудь поплывет чтобы видно было вот все нету не знаю как вам видно конечно хорошо или плохо он исчищает нормально то есть вот эти вот эту зелень я не мог счистить стекло моем обычным тут справляется задачи уже извините что может ничего нормально вам не видно но как могу вот короче нормально моя довольна срезает тут просто вот эти точки это выбоины на стекле с той стороны от камней от всего и в них начинает зеленуха растить цвести то есть не удивляйтесь что там где-то что-то я могу не срезать ведь не за то что скребок и хрена не чистит а за то что просто там яма естественно никакой лезвие туда не может залезть так вот все что есть снаружи она счищает довольно таки быстро но это запущенный случай не запущенные конечно срезает вот тут не знаю видно вам нет короче поплывай вот видите чего остается от лезвия вот такие вот не очень хорошие штуки то есть несколько раз надо тереть чтобы их срезала обычным пластиком срезает лучше перевернем вот этой стороной вот видите видно как пластик лучше счищает для примера вам просто вот сейчас покажу эта версия стронг плюс до 25 миллиметров на сейчас покажу на другой версии тест так сказать песка и смотрите что тут грязюка подмена сейчас он значит версия обычная лонг от 10 до 15 миллиметров значит тест песка вот мы так чистим чистим и упал у нас в добро вот смотрите вы ничего не прибираю как бывает трудно его подцепить еще когда конечно скаты прилипают сюда вообще беда ну и что что-то легла на него ну все проблема юстон у нас проблема ну вот видите не получается его поднять придется рукой лезть видать куда-то глубоко он отвалился извините за качество съемки еще раз вот смотрите я его подзарыл вот он в песке лежит на хоп подняли наблюдаем что происходит сейчас фокусируюсь виден да вот тут песок это беда поднимаем просто подняли на лезвие песка нет сзади песка нет под ручкой просто пылища грязище песка нет потому вот он безопасный для таких целей уронили подняли вверх подняли и все чистенько и аккуратно можно дальше шкрябить и не бояться что мы поцарапаем стекло вот ребят все что хотел вам показать вот такой итог по этим скребкам решайте сами надо вам такое счастье не надо но вот вот этот скребок long версия 10-15 миллиметров однозначно советую за 3000 но идеальный скребок по мне версия стронг плюс но особо вариантов нет надо брать и все потому что на толстые стекла очень маленький ассортимент на рынке представлен все всем спасибо так ребят ну что вот попользовался и помыл стеклышку себя дома в аквариуме да значит что понравилось что не понравилось расскажу ну понравилось и довольно таки удобно имело здесь на двенашки вот этот лонг от 10 до 15 сидит весьма хорошо чистит ну как я вам показывал очистит он не с первого раза все со скребать с лезвие то я думаю точно будет с первого раза скребать но с пластиком срезается ну со второго раза туда провел обратно провел чисто значит что еще удобно очень чистить в углах то есть провел вот так вот провел вот так вот короче легко в углу залезть и вычистить именно сам уголочек он чистенький аккуратненький получается шивы конечно не шкрябать не боишься лезвие срезать и так далее даже пластиковым это не страшно что тебе понял почему он считается безопасным почему нельзя им грубо говоря песка напихать и правда продрать стекло потому что там посмотрите как сейчас его видно было вот сейчас вот так вот вот сейчас вам покажу где тут белый штук фон чтобы вообще хорошо и видно он своим телом основным не прижимается к стеклу видите то есть если даже песок попадает вот 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 хорошо видно если даже песок попадает вот видите на каком он расстоянии от стекла если даже песок попадает он также оттуда свободно и вываливается то есть вот этим лезвием ну просто тупо нереально зажать песчинку продрать ей все стекло себе а тут вот даже нехилую каменюку можно туда запихать и она выпадет оттуда вот почему он считается безопасным значит что мне не понравилось это то что магниты в нем сделаны так как я понял их два тут стоит вернее где он тут тут наверное в ручке не суть короче то есть это не один магнит сплошной идет да то есть как мы знаем из физики одна сторона прижимает другая сторона отталкивает сделано два магнита либо он вот продольный и одна сторона у него на плюс запитана другая на минус объясняю смотрите вот у вас скребок лежит эта сторона у вас присасывается да да берем другую сторону ничего не происходит либо под водой вообще его отталкивает то есть у меня было так что он упал на дно слишком быстро елозе вот так он лежит упал опустился я думаю ну сейчас я возьму вот смотрите значит вот так он лежит я думаю ну сейчас я его возьму вот я вам показываю естественно ты не обращаешь внимание тут же было сделали бы они допустим одну сторону красную другую синюю тогда было понятно допустим красной к морде синяя к заду одинаково ты ж не будешь надписи приглядываться и вот я такой рукой вниз провожу и у меня лежит и скребок убежал от стекла естественно мне его же не достать и пришлось магнитом более сильному опять прижимать к стеклу чтобы уже ручку подцепить вот смотрите еще раз показываю вот какая ситуация это естественно она притягивается то есть это притягивается а это также отталкивается видите какая борода какого черта немцы так сделали непонятно почему нельзя было сделать одна сторона притягивает другая страна отталкивать ну вот что так вот в общем хороший скребок пока мне понравится будем дальше тестить смотреть наблюдать за ним ну конечно качество пластик исполнения все на высоте я не скажу это китайская шляпа когда нибудь вот у меня есть китайская шляпа вот это вот называется не знаю даже как во первых тут бархат а тут вот видно вам не видно вот видите от липучки вот эти вот ну как знаете обычно липучка у нее одна страна лохматая а другой с крючками вот как раз это эти крючки вот сюда приклеены и ты ими чистишь во-первых приходится несколько раз чистить потому что между крючками довольно большое расстояние и они вот видите в ряды такие идут вот хорошо вам видно и то есть приходится сдвигать его несколько раз и лозить чтобы эти ряды свои же промежутки исчищали тут у меня еще под лезвие было потерялась и хреново чистил вообще не суть такая вот балалайка ну естественно не дай бог ты его уронишь песок это все это надо доставать и шкрябать потому что суда песчинки забиваются ну просто на ура и притом оттуда вы ковыриваться довольно таки печально бывало даже так что я доставал смотрю рот чисто опускаю начинаю чистить извините начинаю чистить и понимаю что песчинка одна где-то тут завалялась ей царапку стекло короче такое очень опасность грибок но его единственный плюс что им хоть так хоть так видите магнит по человечески сделал он двухсторонний и так и так работает ну и ручка такая каш кайфовая стоил на птичке в районе полутора тысяч то есть он предназначен до также 10 до 15 миллиметров не он пятнашки м чистил и это конечно предел сильнее больше пятнашка не держит такой вот если вот эту махрушку поменять на что-то серьезное был довольно таки хороший скребочек честно говоря а так фигня фигней но свои плюс тоже есть